Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Россиянам снова пообещали новую функцию на сайте Госуслуг Продажа и покупка автомобилей Впервые информация об этом появилась пару лет назад Сейчас на сайте Кабинета Министров разместили сведения о том, что с помощью портала Госуслуг В электронном виде можно будет оформлять договоры купли-продажи транспортных средств Конкретная дата реализации задуманного не уточняется Ожидается, что такой формат сделки будет максимально безопасным Продавцы обязаны будут предоставить все данные об автомобиле Это не позволит избавиться от подозрительного авто или от авто с различными обременениями Трасса 101 В ближайшие месяцы автомобили в России, как новые, так и поддержанные, могут подешеветь Однако, прогнозируют аналитики, на возврат цен к уровню начала этого года рассчитывать не стоит Вторичный рынок, по их мнению, будет ориентироваться на первичный Если начнет снижаться стоимость авто без пробега, то неминуемо более приемлемыми станут цены и на вторичке Правда, в последнем случае факторов, влияющих на прайс, больше Насколько быстро продавец планирует избавиться от автомобиля Есть ли у покупателя вся необходимая сумма на руках и так далее Выпускники автошколы в нашей стране все хуже сдают экзамены В прошлом году, по сравнению с 2020, процент успешно прошедших испытания с первого раза заметно сократился По данным ГИБДД, первая попытка сдачи теории оказалась результативной только для трети с небольшим кандидатов в водители Практический экзамен сходу выдержал лишь каждый пятый Чаще всего в процессе практического испытания граждане не используют указатели поворота, не уступают дорогу, ошибаются при парковке задним ходом Трасса 101 Региональным властям хотят разрешить самостоятельно устанавливать предельное число автомобилей такси в субъекте Авторы инициативы – Министерство транспорта Тем самым ведомство рассчитывается навести порядок в данной сфере Сколько у нас таксистов, на чем они передвигаются, каково качество услуг, зачастую никто сказать не может Против идеи Минтранса выступила Федеральная антимонопольная служба По мнению которой, новый порядок создаст необоснованные барьеры для агрегаторов Вся отрасль, короче говоря, может слететь с катушек Трасса 101 Американские специалисты забили тревогу Оказывается, огромное количество современных водителей не знает, как работают различные электронные помощники Для примера, Янки привели систему адаптивного круиз-контроля, которая призвана соблюдать не только назначенную скорость, но и дистанцию до впереди идущего автомобиля Однако многие участники исследования наделили ее возможностью полностью останавливаться при появлении неподвижного объекта на дороге И даже самостоятельно поворачивать Вывод однозначен, говорят эксперты Если не знаешь, что и как функционирует в машине, ищи инструкцию или профессионала, который обо всем расскажет Во-вторых, тестирование проводи в безопасных условиях В-третьих, всегда будь готов взять управление на себя На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok